Этот фотоаппарат будоражил умы новичков и любителей 15 лет назад, а у профессионалов он был любимым инструментом как для фото, так и для видеосъемки. Один из самых известных и легендарных фотоаппаратов цифровой эпохи фотографии, Canon 5D Mark II. Как легенда чувствует себя сегодня? Насколько комфортно им пользоваться во времена всеобщей беззеркальности? Во время матричных стабилизаций, фокусировки по глазам, 60-мегапиксельных сенсоров с обратной засветкой, во времена фотоаппаратов, которые снимают 4К 60 кадров в секунду или даже умеют писать RAW-видео прямо с завода. Обсудим это сегодня. Я приветствую вас на канале Полный Кадр. Не забывайте подписываться, а мы начинаем. Canon 5D Mark II – второе поколение популярной линейки камер от Canon. Про первый пятак я уже вам рассказывал на нашем канале. 5D Mark II вышел в 2008 году, через 3 года после первой версии. Он изменил правила игры и показал, что зеркалка может быть не только хорошим фотоинструментом, но и неплохой видеокамерой. Камера действительно внушительная. Весит солидные 900 граммов. Сделана из магниевого сплава, защищена от пыли и влаги. Ресурс затвора 150 тысяч. Но практика показала, что многие камеры способны снять куда больше. Я лично в руках держал фотоаппарат с пробегом полмиллиона срабатываний. Этот кирпич – один из самых надежных цифровых фотоаппаратов в мире. В Canon 5D Mark II установлена полнокадровая матрица на 21 мегапиксель. По современным меркам это кажется вполне обычным, а для некоторых даже недостаточным значением. Но в 2008 году вышел и конкурент этого фотоаппарата – Nikon D700. У него было всего 12 мегапикселей. Разница, конечно, очень большая. Не знаю, как компании Canon пришла идея запихнуть в полнокадровую фотокамеру возможность съемки Full HD видео. Но пользователям понравилось. И это произошло больше 15 лет назад. Сегодня же представить полнокадровый фотоаппарат такого класса без топовых видео характеристик уже довольно сложно. А началось все тогда. Но мы возвращаемся в наше время к основной теме сегодняшнего видео. Вторыми пятаками завалена вся вторичка. И многим интересно, стоит ли сегодня покупать эту некогда легендарную камеру. Чтобы на это ответить, нужно целое видео. И оно перед вами. Что касается вторички и экземпляров, которые на ней собраны. Их действительно очень много с учетом класса этой камеры. Теперь вспоминаем то, что я рассказывал чуть раньше. Будьте осторожны, ведь все те, кому приглянулась функциональность и надежность вторых пятаков, когда эти камеры только вышли, все те, кто бомбил корпоративы, снимал сотни часов свадебных роликов, все они продают эти камеры на вторички. Поэтому что мы делаем? Смело говорим нет камерам с пробегом в полмиллиона, а также с подозрительными маленькими пробегами. Первые слишком сильно устали от фотографии, вторые, скорее всего, слишком много снимали видео на своем веку или уже сменили затворы. Или их скрутили, что тоже нельзя исключать. Да, вторые пятаки это очень надежные фотоаппараты, однако и они не вечные. Механизм камер с большим пробегом изнашивается, появляются ошибки электроники, матрицы устают, увеличивается количество битых, горячих пикселей, особенно после продолжительных видеосъемок. Короче, что говорить, фотоаппараты, которые гоняли фосты Грио профессионалы долгие годы, это не лучший вариант приобретения для новичков и любителей. Немного подытожим про текущее состояние камер. Фотоаппаратов продается много, но огромная часть из них из-под профессионалов в не лучшем состоянии. Поэтому, если вы решили приобрести себе второй пятак, нужно быть особенно внимательным при покупке. Конечно, перегибать палку тоже не нужно, все-таки камеры не новые, требовать от них, чтобы они были как из магазина, но это глупо. Что касается качества изображения, матрица на 21 мегапиксель здесь, это, наверное, минимум, чего хочет человек в наши дни. У первого Canon E-SR6 именно столько, и то некоторые воротят нос и говорят, что этого мало. Но для большинства фотографов, тем более любителей, этого будет вполне достаточно. Тем более, что это все-таки полнокадровая матрица со всеми присущими достоинствами. Неплохая работа на высоких ISO, маленькая глубина резкости, отличная фирменная цветопередача Canon, что особенно понравится тем, кто снимает портреты. Безусловно, если мы говорим про то же ISO, то современные камеры показывают куда более впечатляющие результаты. Ну и стоят они частенько на порядок больше. На Canon 5D Mark II любили снимать портреты, и это неспроста. Камера имеет приятную цветопередачу. Пожалуй, у первой пятака она была поинтереснее, но и у второй камеры просматриваются классические каноновские черты. Крепление объективов происходит здесь с помощью стандартного байонета Canon EF. Объективов под этот байонет великое множество. Их выпускал не только компания Canon, но и Sigma, Tamron. Аж сколько сюда подходят мануальные оптики через переходники, вы себе и представить не можете. В общем, без объектива вы не останетесь и всегда найдете вариант под любой бюджет. А вот за что похвалить эту камеру не выйдет, так это за систему фазовой автофокусировки. 9 точек, только одна из них крестовая. У конкурента от Nikon тогда была 51 точка и 15 крестовых соответственно. Да что там говорить. Мы с вами тестировали первую цифровую зеркальную камеру Canon 1DS. Этот полнокатровый фотоаппарат вышел в 2002 году, на 6 лет раньше второго пятака и имел 45 точек фокусировки, 7 из которых были крестовыми. 1DS фокусировался лучше этой камеры. Это маркетинг. Пятак не мог быть лучше, чем 1DS Mark III, который вышел на год раньше и имел 45 точек фокусировки, 19 из которых были крестовыми. Они справились только к выходу третьего пятака, но мы-то с вами сейчас рассуждаем о целесообразности брать именно второй пятак. И вот со вторым вам придется смириться с работой только по центральной точке. Второе, в чем чувствуется несовременность этого фотоаппарата, это в съемке по экрану. Режим Live View здесь работает очень странно и несовременно. Автофокус по точке нужно отдельно включать в настройках. Фокусируется камера почему-то не по кнопке спуска, по полнажатию, а по кнопке iPhone. Чтобы снимать видео, нужно активировать функцию опять же в меню, а запуск видео происходит по нажатию на кнопочку OK. В общем, не самое интуитивное управление. Скорость серийной съемки здесь тоже не впечатляет. Всего 3,9 кадров в секунду, да и буфер вмещает всего 11 кадров. Многопиксельная матрица сыграла с камерой злую шутку в этом плане. Nikon D700 мог снимать до 7 кадров в секунду при буфере на 31 снимок. Еще камера использует карточки CF, что на сегодняшний день не очень удобно. Такие карты найти непросто, стоят они дорого. Тут еще и слот под карты всего один, что по современным меркам недопустимо для профессиональной камеры. Также в фотоаппарате постоянно встречаются какие-то нелепые мелкие ограничения. Например, в режиме M автоиса работает только до ISO 400. Почему? Отчего? Не ясно. Также для автоиса нельзя задать максимальную выдержку. Сегодня Canon такой функционал может специально убирать из младших моделей, а тогда этого не было у второго пятака. Теперь, что касается приятных моментов, которые в камере есть, если мы сравним с тем же первым пятаком. Тут есть подстройка автофокуса. Если на объекте на вашем вы обнаружили бэк или фронт фокус, вы можете поправить это в камере. Второй плюс, что в режимах приоритета диафрагмы выдержки ISO все-таки у нас работает в автоматическом режиме нормально. В первом пятаке не было и такого. Ну и, конечно, видеосъемка. Она впечатляла в 2008 году. Но сегодня, когда у каждого в кармане лежит устройство, умеющее снимать 4К, эффект от видео второго пятака уже не совсем тот. Но он все еще может удивить любителей видеосъемки. Ведь с прошивкой Magic Lantern здесь можно снимать RAW видео. Впрочем, об этом я рассказывал в отдельном ролике. Если кому-то интересно, найдите ссылочку в описании и посмотрите. Сегодня второй пятак будет интересен тем, кому нужна надежная проверенная временем камера. С полнокадровым сенсором, с возможностью съемки RAW видео. И, конечно, за небольшие деньги. Сегодня, в зависимости от состояния камеры, ее можно найти от 25 до 35 тысяч рублей. Когда она только вышла, то стоила 2700 долларов. По сегодняшнему курсу это больше 200 тысяч рублей. Конечно, стоит понимать, что найти камеру в хорошем состоянии не так просто. И со временем сделать это будет еще сложнее, так как камера на вторичке новее не становится. У Canon 5D Mark II очень много достоинств, но есть ряд недостатков, которые бросаются в глаза, особенно в современном мире. Это не современная камера, но это камера проверенная временем. Которая и сегодня может сослужить хорошую службу некоторым фотографам. Нужна она вам или нет, в конечном итоге решаете вы сами. Вы были на канале Полный Кадр. Подписаться можно по соответствующей кнопочке. Не пренебрегайте такой возможностью. До скорых встреч. Делайте правильный выбор. Делайте правильный выбор.